В рамках краевого проекта «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» продолжаются уроки мужества. Несмотря на морозный день, учащиеся 4-й школы Лобинска посетили площадь Победы и братские захоронения за рекой Кукса. Здесь они узнали об именах лобинцев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны, погибших во время оккупации, о светлом дне освобождения Лобинского района, который отмечается 25 января. За период оккупации с 7 августа 1942 по 25 января 1943 года немцами было расстреляно более 2,5 тысяч лобинчан. 1 316 человек были расстреляны и захоронены здесь за железнодорожным полотном. На гранитных плитах школьники увидели имена своих героических предков, погибших за родину. Дети внимательно вчитываются, находят знакомые и родные фамилии, написанные золотом. Мы должны помнить тех, кто защищал нас, и почаще бывать в таких местах, где написаны фамилии, кто защищал нашу родину. Этот урок мужества пополнил знания о защитниках Отечества. Дети узнали о героях России, которые, как и их деды и прадеды, грудью встали под пули врага, и, показав образцы героизма, погибли за родину. Их память почтили минутой молчания. В четвертой школе ежегодно проходит акция «Свеча памяти». В преддверии годовщины освобождения района от немецкой оккупации, побывав на братских захоронениях, многие жители, а тем более молодежь, более глубоко воспринимают трагедию, произошедшую 81 год назад. Благодаря данным экскурсиям мы можем помнить о героях тех времен, как произошли победы, как освободили наши города. Я считаю, такие экскурсии должны проводиться чаще, потому что это помогает нам вспомнить и хоть немножко прикоснуться к тем временам. Любовь к родине и гордость за подвиги предков – это те чувства, которые передаются из поколения в поколение. И несмотря на десятилетия после Великой Отечественной войны, память о прошлом жива. Буквально недавно у нас были проведены мероприятия, посвященные снятию полной блокады Ленинграда, в которых мы напомнили еще раз учащимся о том, сколько сил и сколько жертв было потрачено ради этой большой великой победы. И если мы ежедневно будем об этом говорить, то наши дети точно так же с такой гордостью перенесут эти знания и следующим поколениям. И мы никогда не должны забыть действительно подвиг народа-победителя. Школы и районы архив, их цели и интересы совпадают. Воспитание достойных граждан. Основные принципы воспитания направлены на формирование патриотических чувств у молодежи.